Рад всех приветствовать! Сегодня я вам расскажу и покажу тот способ, с помощью которого я точу сверло всего лишь за 10 секунд. Кстати, этим способом наточить сверло сможет даже школьник, даже первоклассник. Много самоделок в ютубе на эту тему, как заточить сверло. Вот, например, одна из них. Здесь парень из болта, из гайки, якобы под определенным углом, затачивает сверло. Но опять же, тут не все так просто. Многие точат руками, берут наждак и вручную точат под определенным углом на глаз. Это все понятно, но по заводскому вручную натачивать могут сверла единицы. Поэтому возвращаюсь к тому способу, которым точу сверла непременно я. Если вы наблюдаете за моим каналом, за моими роликами, вы видите, какие сверла у меня всегда идеально наточены, какая стружечка идет во время сверления. Я тоже до определенного момента пытался делать какие-то приспособления самодельные, пытался точить сверлом. Это все не то. Устраивайтесь поудобнее и смотрите на мой способ заточки сверел всего лишь за 10 секунд. Поехали! Итак, представляю вашему вниманию универсальную вещь для заточки сверел. Вот такая вот китайская хренатень. На первый взгляд это кажется дерьмным приспособлением, но для заточки сверел незаменимая вещь. Стоит она копейки. Она идет вот с такими тремя насадками. Сразу скажу, вот этой насадкой делать нечего. Это для заточки ножей. Ты поставишь сюда нож, вот так вот проводишь. Ни хиа толком не точит. Здесь якобы под определенным углом. Но я поточил пару раз. Видите, пластик, естественно, порезается. Угол теряется. Ну, ни к чемная вещь. То есть ножницы она не хиа не точит. Короче, ненужная штука. Дальше якобы заточка для стамесок. Вот такая вот. Тут даже магнитик есть. И вот так она двигается. Короче, ставим эту приблуду на свое место. И вот таким вот образом. Здесь еще вот это регулирует угол заточки. В принципе, можно наточить неплохо, я думаю, если приспособиться. Также рыбацкие ножи от бура можно точить. Ну, вот стамеска. Вот якобы ее вот так держишь. И вот таким вот макаром туда-сюда, туда-сюда водишь. Естественно, заранее выбрав нужный угол, который тут есть. Якобы 15 градусов нарисован. Остальное ты должен сам придумать. Какая отметка, что значит. Вот этой хренотенью я тоже не пользуюсь. По факту нужна вот эта вот насадка одна. Кстати, сейчас расскажу про вот этот алмазный диск. То есть диск с алмазным напылением. Пользуюсь этим станком уже 3 года. Когда я его покупал, заранее взял запасной такой диск. Как вы видите, сейчас попробую сфокусировать. Вот этому диску ничегошеньки не подоспелось. Ничего с ним не случилось. Никакого износа на нем нет. В общем, ножи я точу кухонные вот таким вот образом. Вот так. Угол примерно на глаз выдерживаю. Угол заточки. Все нормально, быстро затачивается. Без проблем, хватает на неделю. Дальше. Вот она самая классная насадка, ради которой я покупал этот станок. Но, как вы видите, вот здесь движущая часть. Вот здесь вот такая вот штучка, в которую мы вставляем сверло. И выбрав нужный угол, затачиваем. Также тут есть еще, смотрите, вот такая движущая штука. И, видите, здесь металлическая. И там вот упор такой металлический. Сейчас я покажу, как это работает. Вставляем вот так насадочку. Берем вот такое вот тупое сверло. Я вот его специально сточил под ноль. Но реально не будет сверлить. Ну, как вы видите, да? И сейчас попробуем сделать заводскую заточку на вот этом станке. Сейчас пометим это сверло. Ну, как бы, я не знаю, внимательно заметьте. Вот здесь вот какие-то две точки. Все покоцанное. Вот здесь какая-то вот маленькая коцка есть. Ну, чтобы вы не подумали, что я потом подменил это сверло и как бы сверлю нормальным новым сверлом. Кстати, так делают многие блогеры, которые якобы на своих чудо-приспособлениях затачивают до идеально заводского угла свои сверла. Здесь все открыто, все показано. Так, что нам нужно? Берем, откручиваем прижимную гайку пластиковую. Вставляем вот сюда сверло. Вот эту штучку отодвигаем. Так, вот, надели. Все, уперли сверло. Проверяем, оно не прокручивается. Оно уперлось у нас, вот эти боковые основания металлические, прижимы, так сказать. Все, оно уперлось. Теперь нам нужно затянуть его. Затянули. Сверло выставлено под нужным углом, который мы будем затачивать. Вот такая вот получилась заточка. Как вы видите. Все, теперь пробуем, как это сверло себя покажет на металле. Сейчас попробую взять новое сверло и сравнить с этим. Так, но такого размера у меня не нашлось. Вот это абсолютно новое сверло. Видите, оно не зажималось ни в одном патроне. Я его сравниваю с вот этим. Идеально заводская заточка получилась. В качестве испытуемого возьмем вот такой вот уголок. И попробуем его просверлить. Вот оно. Еще раз показываю это сверло. Вот видите, две коцки. Я его не подменил. Ничего. Вот, откручиваю. Кстати, небольшой лайфхак. Можно вот в такой большой патрон зажимать быстро зажимной. И пользоваться им. Если у вас высота, конечно, позволяет. У меня станок регулируется. Все без проблем. Поставил такой патрон. И не мучаюсь постоянно затягивать и откручивать этот большой. Проверяем, как что свернет. Ну, вы сами все видели. Смотрим, что сверло, как новенькое. И заточка соответствует заводским параметрам. Так что, вот такой вот способ. Буквально за 10 секунд я наточил сверло до заводского варианта. Покупать это г-китайское или не покупать, решайте, естественно, вы сами. Мне эта вещь нравится в плане заточки сверел. Вот такое, друзья, сегодня это видео получилось. Никому не советую, ничего не рекламирую. Никаких ссылок давать не буду. Все, вот такие станки вы можете найти на Алиэкспрессе, в Леруа Мерлен. Ну, я не знаю, в Яндекс.Маркете в том же. То есть, абсолютно везде ищите. Бывает разного цвета, разных названий. Если вы захотите, конечно, приобрести, берите самый дешевый вариант. Все они одинаковые. То есть, по факту, названия разные и все. Сам станочек вот такой вот. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Рад был с вами поделиться вот такой вот информацией. Надеюсь, был полезен. Берегите себя. Всем пока-пока.